Приветствую вас на канале Надзор, официальном канале сайта охранных систем безопасности Надзор.ua. И сегодня мы проведем полный обзор мобильного приложения Reolink. Данное приложение используется для подключения и управления камерами и устройствами от германского бренда Reolink. Этот софт доступен как для iOS, так и для Android. Ну что же, устанавливаем приложение себе на устройство и запускаем его. Регистрация при этом не является обязательной. Для добавления устройства нажимаем на плюсик в верхнем правом углу и сканируем QR-код на камере. Подключение к Wi-Fi. Слышим звук с камеры, нажимаем «Я услышал голос». И теперь вводим пароль от вашей сети Wi-Fi. Нажимаем следующий шаг и сканируем камерой QR-код, который откроется на вашем смартфоне. После успешного сканирования слышим звуковое сообщение и нажимаем на «Сканирование успешно» и «Соединение с роутером успешно». Далее создаем логин и пароль для камеры видеонаблюдения и задаем ей имя. Инициализация закончена. Нажимаем «Завершено». Ну что же, устройство добавлено. Теперь давайте разберемся в приложении. Нажимаем на изображение и видим прямую трансляцию с камеры видеонаблюдения. На нижней части панели находится кнопка «Разговор», при активации которой можно передавать звуковые сообщения через свой смартфон на камеру. Кнопка «Клип» приближает прямоугольный участок изображения. Таким образом, можно детально приблизить и рассмотреть выбранный вами участок изображения. Кнопка «PTZ» – джойстик управления камерой, кнопка «Авто» и отметка. Кнопка «Авто» активирует режим патрулирования камеры. Таким образом, она будет вращаться влево и вправо вокруг своей оси. Кнопка «Отметка» позволяет задать свои точки для патрулирования и передвигаться по ним. И сам джойстик, с помощью которого можно управлять камерой влево, вправо, вверх и вниз. Кнопка «Авто» Кнопка «Воспроизведение». Здесь хранятся все ваши видео, записанные камерой на карту памяти при срабатывании датчика движения. Особенность заключается в том, что видео можно не только просмотреть по тайм-линии и по выбору времени и определенного дня, но еще и в отдельных блоках, то есть в самих частей видеозаписи срабатывания датчика движения. Каждый такой участок подписан временем, начало записи и продолжительностью видеофрагмента. Кнопка на весь экран. Кнопка выбора передачи качества изображения. Плавно, то есть минимальное качество, сбалансировано, среднее качество и 4 мегапикселя. Передача изображения в максимальном разрешении. Кстати, при приближении лучше использовать максимальное качество для лучшей детализации. Кнопка «Начать запись видео» позволяет записать видео, сохранить его на смартфон или поделиться. То же самое можно сделать из фото. Кнопка «Включение» или «Выключение» передачи звука с самой камеры и кнопка «Плей» и «Пауза». Кнопка активации тревоги на камере, то есть активация звука сирены. Выше кнопка «Шестеренка» — это настройки. Информация. Тут указаны данные, такие как имя устройства, IP и MAC-адреса, версия прошивки, серийный номер и другое. Поделиться. Генерируется QR-код, при считывании которого можно раздать доступ к вашей камере другим пользователям. Кнопка «Пуш» включает или выключает режим срабатывания сирены на камере. Wi-Fi позволяет поменять сеть на другую. Кнопка «Повторите» открывает дополнительные настройки. Кнопка «Больше». «Юзер менеджмент» — данные администратора и добавление новых. Дата и время. Хранилище. Объем памяти на флешке. Видеостандарт. Выбор формата видеостандарта. Восстановление и перезагрузка. Кнопка «Изображение» позволяет детализированно настроить параметры объектива камеры. Вращение. Переворачивает изображение на 180 градусов по горизонтали для крепления устройства на потолок. Имя. Выбор расположения имени на картинке. Включение и выключение водяного знака на картинке. Расположение. Даты и времени. Приватная маска. Выбор части объекта на картинке, которую камера не будет снимать. Антиблик. Выбор частоты герц для настройки антимерцания. Настройки экспозиции вручную либо авто. Настройка баланса белого. День-ночь черно-белый режим. Цветной либо авто. День-ночь черно-белый режим. Цветной либо авто. Настройки 3D DNR. Кнопка качества. Тут можно настроить разрешение, частоту кадров и битрейт для выбранного вами режима изображения. Настройки AMD. Чувствительность. Настройка чувствительности срабатывания датчика движения в широком диапазоне. Motion Zones. Выбор определенного участка, который будет активен для срабатывания датчика движения. Запись. Настройки записи. Перезаписать, когда память заполнена. Предзапись перед срабатыванием тревоги и продолжительность записи. Shadow. Настройки графика работы датчика движения. Тревожный звук. Активация срабатывания сирены. Можно записать и установить свой звук сирены. И также настройка графика работы сирены. Настройки электронной почты. Пуш. Расписание. Также настройка графика приема пуш-уведомлений о срабатывании датчика движения. Кнопка активации записи аудио с камеры. Инфракрасная подсветка. Включение и выключение. И LED индикатор. Также включение либо выключение. И кнопка удалить устройство. Сверху справа кнопка три точки. Выбор канала. Если у вас несколько камер Reolink. Кнопка день и ночь. И кнопка наблюдения и марсайл. Слева в меню кнопка хранить. Это переход в облачное хранилище. Для активации и использования облачного сервиса необходима регистрация. Reolink Captures. Разнообразные медиаматериалы о бренде Reolink и о продукции. Предложения и новое. Актуальные предложения и новости компании. Регистрация продукта. Регистрация продукта. Центр поддержки. Информация. Настройки. Настройки. Здесь находятся дополнительные настройки приложения. Регистрация. Также можно присвоить определенную иконку для той или иной камеры. И кнопка облака. Вход в облачное хранилище. Ну что же. Добро пожаловать на наш сайт надзор.ua. Ставьте лайки этому видео и пишите свои комментарии. Надзор.ua. У нас есть все для вашей безопасности. Ставьте лайки. Спасибо за внимание.